доброго времени суток продолжаем играть в encased я немножко вернулся назад я было уехал туда вниз в исследовательскую лабораторию там медпункт но я чутка вернулся назад почему я по окончании прошлой серии не знаю правильно неправильно но я за кадром что такое карта пробежал тут по мелким квестам вот поставшихся квестам на складе во первых а вот тут вентиляции это я расскажу для тех кому ну кто смотрит не знаю как как гайд как что-то пропустил по квестам может так потому что но интереснее было да наверно можно снять хотя они очень простым и сказать мол не фигачит тут девушка не могла достать до вентиляции я к ней подошел очень можно ее либо подсадить либо дать ей допинг который позволит ее в эту вентиляцию просто запрыгнуть я ее подсадил она поблагодарила все но какую-то из экспу мне приносит конечно далее вот тут товарищи не в машину я подошел и помог ему починить машину пользуясь своим скиллом механика опять-таки экспы далее далее самое загогулись ты помните мне здесь два зэка которых нужно отправить работать предлагали но не то что предлагали но они обговаривали как что-то спереть и был вариант чтобы я им присоединился так вот это было как бы с умыслом потому что поставок если к ним присоединяешься идешь потом сюда вот к этому охраннику стефан моро и говорит что там вот спереть хотят ну и видимо какое-то продолжение этого креста должно было быть но они отказался им присоединиться после чего я пришел к охраннику говорю там эти два хмыря собираются перейти качу я сделаю я могу сейчас посадить в картер они выйдут опять сопрут вот если были какие-то доказательства то есть надо было соглашаться но поскольку это соглашение было непонятно то есть то ли я на преступление получается тут или нет я там отказался все обратном пути нету все отказался все больше и квест попал далее кто-то один из них стоит тадор лири и 2 он короче 2 там сидели как их загнать на работу тот квест который вот вот эта девушка просит выполнить ой яраспуссен вот второй работяк кстати эмельман надо платье вот этот к этому синему товарищу павел светлов так везде говорит что они полу светлого один эмельман который во второй туда на склад над ним подойти и поговорить и он скажет что вот этого хмыря вообще все он его достал последний ему шанс и и он вообще отправит его там наказание терять что такое вот после чего идешь туда и говоришь что мы мельман ну ты это почти допрыгался и он уж бежит 2 лири прийти по моему если не ошибаюсь к этому кельману макферсону вот и там будет пункт в разговоре что-то про шахматы что он играет в шахматы с этим лири вот идем к лире и говорим что у тебя там шахматы недоигранные он идет работа на склад вот так вот выглядит те квесты которые я прошлой серии прощелкал тут и не выполнил все больше тут ничего нет вообще никого я во всех потыкал всех обошел ничего тут больше нету не ни с кем повестить нельзя вот как-то так далее мне написали в комментах что есть некая обзорная площадка там наверху в холле а это странно но давайте посмотрим так продолжить лобби то она лобби да 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 еще здесь на смотровую площадку до не менее интересна смотровая площадка магеллана сюда выведена часть оборудования выхода и вентиляции метеодатчики средства радиосвязи сама площадка по большей части проект имиджевый здесь на высоте 96 метров установлены бинокуляр через который можно осмотреть большую часть купола мельчайших деталях вы скажете смотровая площадка на испоинт гораздо комфортнее безусловно но только здесь чувствуешься на вершине мира опыт за разведку прекрасно посмотрим бинокуляр бинокль закреплен на жестком штативе смотрит на юг в центральный сектор купола заглядываем на юге жарко теплицы или солнечной панели похоже на юге жарко все залит солнечным светом рыжие местами апельсиновые местами кирпичные пески и усыпаны гелиостанциями объектив бинокуляр ловит блики одно из песчаных малей морей выглядит странно там не видно ни линии шоссе ни блесток солнечных батарей сразу за ним вздымается предельница силуэт похож на плоский вулкан с геометрически правильными отрогами разглядывать окантовка солнечных батарей бликует в гуляры больно заглядывать сами же рабочей плоскости выглядит абсолютно черными прямоугольными дырами на фоне оранжевых песков увидеть прямоугольные дыры черные и нет она и понятно чем больше света поглотит поверхность тем выше кпд кажется вот он неиссякаемый источник энергии вот только песчаные бури пыль экстремальные колебания температуры дикие животные и конструкты прородцов делают такую энергию весьма и весьма недешевый разглядом песчаное поле на первый взгляд здесь ничего нет только бесконечно тянущийся во все стороны кирпичного цвета песок если бы дело было на войне можно было бы сказать что это похоже на минное поле и вполне возможно что так оно и есть вы замечаете как над песком пляшут молнии и мерцает призрачное пламя аномалии купола не шутят с неосторожными и вулкан из река силуэт похож на обычным гору но присмотревшись вы замечаете и ритмичный рельеф и оси симметрии и странную игру света на поверхности и тянущиеся в стороны отроги похожие на элементы силового каркаса все это выглядит чуждо но при этом рождает ассоциации с узнаваемыми формами искусственно сооружение вулкан похоже нормально так закрытая был и объект 22 локации исследована сушки я не опустил ничего такого нет ну-ка x по x по а нет сушь немного я надплачет часа пусть красотища тоже все бинокуляры тут все бинокуляры лифт не работает а куда он а груза а вот сюда дастин грунман я подняться могу я я поднимусь потом тут можно полутать слушайте хорошая площадочка спасибо что подсказали вы останавливались возле бинокля на разным корпусе устройства винеется полусерта надпись западный сектор на запад ходит единственная магистраль раскрытый воздух поднимается от белых сверкающих солончаков искажая изображение светлые полосы едва заметные на фоне белого песка точно обрисовывают контуры какого-то объекта слишком прямоугольного чтобы быть частью ландшафта это вот этот видимо так на дорогу широкая магистраль специально построен для первых поисковых групп сейчас она вся потрескалась края полос ушли в песок изросли колючки в конце асфальтовой ленты виден старый почти заброшенный лагерь на границе солончаков солончаки снег в пустыне не редкость полярный широт или высокогорное плато там нет недостатков замерзшей в воде но белые скристые пятна видимый венокуляр на западе купола снегом не являются солнечки занимают значительную площадь сектора моментально сходя на нет заели видимый блестящий воздухе границей может когда-то здесь было внутреннее соленое озеро может парадцы проводить какой-то масштабный эксперимент неизвестно и непонятная полоса сначала кажется что это отражение солончака висящий раскаленном воздухе но для миража объект выглядит слишком правильно слишком массивно массивно и рублина сложно сказать что это объект на западе купола изучены плохо но планы на их освоение сдвинуты в далекое будущее игра пока пролог до получит третий уровень и видимо это задел на будущее куда пойти потом когда будет открытый мир все такое проще на я конечно не запомню всего этого но прикольно все не знаю когда выйдет основная часть игры так у нас тут у нас тут об атрибуты атрибуты map не можем навыки очки навыков 30 . удар прикладывание приклада критические попадания а вот можно так все хоть так оружие хоть так оружием стать точный выстрел поджигание цели зарядка гроза робот здорово а ближний бой ну ладно ближний бой 80 надо у меня тридцатка я до 80 не тяну так скрытность что умеет отключение сигнализации не знаю взлом есть уже хорошо маскировка человек-невидимка ладно псионика а недоступно понятно пролетели рукопашка боксерская двоечка что здорово рукопашная большая штука но надо чего там одну очку нету одного штука а недоступно недоступно очарование бартер наука 10 два очка тут одну очку не могу так а вождение ладно медицина повязка накладывает хорошая штука но надо чего там одно очко нету одного очка то выживание разведка местности кулинарии добрый нудебать 0 техника инженеринг починить оружейник и механик есть учета ничего не могу 2 очка наука программный взлом тоже здорово полтинник на десяточку сюда ну что ж погнали а легкое оружие у меня есть но им пользоваться не могу хай-тек давайте в хай-тек сколько надо 30 чего а 2 очка ну-ка не идет до 50 и все так ладно на месячу двадцатка рукопашка 60 17 давайте возьмем или 2 кота один двойку стоит болен я на вык не наберу как она работает я не знаю ок ну хай-тек оптали хорошо идем дальше ближний бой 5 очей ближний бой 80 22 ну-ка тяжелые удары поперла а 860 нормально стрелять я буду это король вождение техника 50 и 100 десятку о давай принять принять вот я любит кому-то выдам хоть так оружие почему-то качал качнулась непонятно ну ладно заряжена дружно но видимо это от какой дружки на турели так суда было бы взлом зашибись до полтинник сады тяну очков только нету тогда наук тоже хорошо 3 устройство меня не доступны мимо 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 азартные игры в жопу идут скрытия замков не доберу вся мимо рукопашечку может на сдачу вот так я надеюсь что это как-то работает сохранить надеюсь о разборка волшебное превращение хлам не имеющего цены без цены сокровища либо кулинария давайте кулинарии восстановим хп хлам потом разберем так наука программную злом берем это у меня как-то за счет того что очки распределил появилась да ну странно я-то прочел а перки можно а не как хорошо что он топнул а где мои страшные удары непонятно еще посмотрим навыки это выстрел замедляющий рукопашный бой пинток калечий удар а это пассив очки активный навык пинок сильно ударного он меня уже есть да все все нормально мы что посмотрели мы теперь тут полутаем все что смотрим туда и это товарищ море туда миг лошадинский мент раз пошли меня хп 6 осталось судя по повертым потертым подушкам на окулярах это стационарный бинокль смотрящий на север купола пользуется популярностью станция могилан находится в северном секторе поэтому отсюда хорошо видно его границы судя по сложной дорожной развязки которые строят неподалеку скоро здесь будет крупное поселение за развязкой с песка поднимается ровная длинная дуга не похожа на творение человеческих рук что-то темное напоминающее облако мерещится вам среди раскаленного песка я кстати вот не вижу странно так ладно развязка вы видите как струют рабочие курсируют укладчики асфальта и дорожные катки дорожная развязка постройку которой вы наблюдаете будет частью новой развитой инфраструктуры северного сектора сейчас груз прибывающий со шпиля дожидается своей очереди на общей площадке но ходят случаи что вскоре здесь будет построен современный город с грузовым терминалом и складскими мощностями поначалу вам кажется сегодня высокая горная гряда это про дугу ровно приземистая дуга выступает с песка тянется вдоль горизонта периодически прячься за скалами и холмами но покрутив поясок подстройки вы различаетесь на поверхности структуру повторяющийся в чуждом но ощутимом ритме фрагменты не ту орнамент не то детали конструкции ладно тень чего где-то в песках северного сектора недалеко от дуги выступающий над барханами прячутся объекты родцов над одним из них висит тень похоже на остывшее воздухе облако вот это видимо наведя фокус сузи в перспективу вы вдруг понимаете что зрение вас не обманывает темная густая туча клубится на одном месте иногда она заряется зеленоватым свечением смотрится непривычно даже по меркам купола блин столько всякого ладно тут еще по собрать как мы сегодня по площадкам доходим и читаем ну как я говорил текста текста радио постановочка бинокль направлен на восток восток богат приметами цивилизации даже отсюда слышен отдаленный низкий рокот крупное скопление техники формирует антропогенный ландшафт и вздымает вздымает столбы дыма в стране виден комплекс приземистых утилитарно смотрящихся зданий их размеры внушают уважение между теми точками пролегла широкая полоса характерных желтых дюн и барханов стройка восточном направлении бурлит жизнь в этих краях можно найти почти все приметы комфортно комфортного быта от бензозаправок до кинотеатров но конечно стройки еще стройки еще грохочут вовсю одну из них вы наблюдаете винокуляр строительная техника пыль столбом сваи блестящие на солнце каркасы смутные гулы подрагивание земли доносятся даже до магеллана комплекс вы наблюдаете винокуляр за одним из производственных комплексов спроектированных и построенных специально для условий пустыни заводские здания раскинулись широко модульные корпуса приезжали земле дым из труб висящие воздухе пыль свет огней не не гаснущих даже днем но точно это вот на будущее когда вот все звездонется чтобы примерно представлял какую сторону идти до туда вот завод туда непонятные хрени непонятных хрени тут гораздо больше так плеваться барханами пески на востоке купола более всего соответствует представлению о пустыне постоянно меняющиеся перетекающие один другой барханы сонные плавные дюны заросли колючки и редкая сухая трава но где-то подо всем этим песчаным морем посетка дорог кратерами кратерами котлованов скрываются древние тоннели и машины ну вот так вот на исследовал локации ну что пошли к товарищу опыта а кстати о чем я с опытом 6 тысяч следующие нормально 2 300 мне еще осталось хорошо лезем чё тут берем деньги хорошие кстати там редкоземельные минералы что такое отправить отзыв а это из разработчиков на выступе вертолетной площадке маленькие вертолеты нависающим над бездной стоит человек униформе синего крыла замерев не тут в недвусмысленной позе он писает прямо на за или залитую туманом равнину лежащую далеко внизу я подожду пока закончится чего пугать человека закончу свои дела синий поворачивается смотрит на вас удивленный кайт вот блин здорово пьяно шатаешь он подходит к вам и уверенно поджимает вам руку пальцы у него мокрый фу а вот блин повторяется разглядит свою ладонь видимо стараясь залает неровкость неловкость он примирительно похлопает вас по плечу все той же мокрой рукой но извини бывает пока еще на каждом шаге он возвращается на прежнее место и останавливается на краю площадке гордый как статуя завоевателя основа осматривающего свои владения поехали отсюда а че меня не будут спрашивать куда я поехал нормально блин какой он нудный там да ладно поехали в элеватор и в мед отсек я надеюсь мне получится полечиться аааа будут медпомощи вообще так тенера крафт учет могу а нет и медицин не брал так ну здесь это лаборатория так понимаю да а вот на медицина я прав пациентки лежат пойдем короче сначала туда смотреть меня меня где-то вылечиться так а я я ну как не криптомания но я все цветочные горшки обшариваю порох а нет это мой порох извиняйте да блин можно все взять оп оп я его с землю не хочу брать погнали общественный терминал не надо вроде оранжевость ну давай пообщаемся с оранжевостью невысокий человек неспешно теряет тряпкой пол медицинского блока вот кстати странно некоторые персонажи которые вроде как такие с ним поговорить может даже хвисты дадут портретов нет некоторые которые ни о чем портреты есть так ладно он как бы случайно задевает вас шваброй не торчитесь посмотреть на него взглядом горгоны узкое лицо очки с толстыми стеклами волосы усы и борода аккуратно подстрижена да смотрим на эту маску усы и борода аккуратно подстрижена да оранжевый руку подобного по фигуре даже руки выглядят странно ухоженными одно из двух или метра сексуал или повернутый на порядке психопат швабра вновь три часа во многу что раз же смотрит на вас неприязнь даже с вызовом да я просто тут пороюсь и все опа секрет открыт горы земли мимо а у секрета это интересно что такое получено 28 опыта большой контейнер обшарить заперто закрыто а вы пинком не хватает умения 10 из 55 и детка сила ну что я могу сказать не про нас вот такой секретик а чё тут у нас ооо сколько тут всего я же не пройду это это по моему радиация дать гаечку кинем даю стоять какая то кислотная нормальная но я зайду и сдохну просто вот я смотрю я просто зайду и сдохну вы посмотрите сколько тут опачки вход и вот еще тут сюда есть еще входы просто самое хреновое место я выбрал так тут точно ничего больше нет это ящик не юзабельный это я не могу открыть потому что со взломом беда господа качайте взлом что я могу сказать дезактивация а где радиации нахватал ну короче где-то нахват нахватал где-то радиации елки ну там внизу наверно дать в терминал приемного отделения но ссунем логотип кротус на экране терминала нарисован не псевдографикой а пикселями по всей видимости здесь установлена новая версия КРОС ну ладно доброго дня сотрудник давайте почту посмотрим похоже что сотрудник сидящий за этим компьютером регулярно чистит почту в ящиках входящих в списке лишь одно письмо адаптированное 19 сентября давайте прочитаем от Габриэля Лесаровского Еве Шторх доброго здоровья господа Шторх этот запрос личный и официальный он сходит не из моего департамента но от меня я слышу что к вам вступало тело инженера работавшего в группе Каскад 3 если скримация еще не проведена я хотел бы его осмотреть ожидаю вашего скорейшего ответа вклада в меню ввести команду чтобы зарегистрироваться в качестве пациента бэм вместе с паролем бурдан ну не могу записаться а что у вас в кусочном горшке фигня равные права так баблище бумажка берем так ничего я бы хотел где-нибудь тут подлечиться ну вот это вот недоразумение там прям простая сумочка ой слушайте здорово так у меня есть чем полить я могу сажать конечно сырую картошку зачем я это сделаю незачем поэтому медкомплект ладно а из этого меня я не могу использовать ладно если я точно буду знать что меня не лечат тогда воспользуюсь медкомплектом ну что такое непонятно что закрыто что ли ладно нормально открыто привет чувак с чем лежим парень точно мускулистый лежит в больничной койке опутанный полупрозрачными гофрированными трубками прикрепленный к стене листок с еле заметным кровавым отпечатком сообщает что пациент зовут чарльз холидей лежащий чуть поворачивает голову в вашу сторону святой петр где твоя борода он смеется на своей шуткой и тут же закашливается одна из трубок выходящего из-за у груди покрывается мелкими кровавыми каплями хреново ему черный тут же прекращает смеяться но черном смысле он к черному крылу относится прости за говяный вид спасибо я вроде как тебе жизнью обязан а это тот оперативник которого мы впустили которого раненого притащили и я оказал ему первую помощь так как вышло что едва не погиб на задании холидей громко хрипло вздыхает торчащие него трубки вздрагивают да я сам ни хрена не понял ну похоже это одна из тех ну знаешь аномалий только не такая как обычно очень сильная очень странная напоминает песчаный шторм вихрь какой-то небо светилось да небо светилось это я точно помню извини что туго соображаю меня чем-то обкололи это кажись морфий классная штука советую как-нибудь поймать пулю и попробовать он посмеивается а где именно отряд попал в аномалию кеплер тебе ничего не сказал он да он такой а вспомнил 12 шоссе то что северное центро идет от него еще поворот на нэшвилл кажется а ты видел что-нибудь по-настоящему странное да в 12 лет когда наша мама вышла за этого мудака вот это охренеть как странно было но вообще его лицо становится серьезным я не то чтобы увидел чувствовал наверное когда нас штормом накрыл я вдруг впервые почувствовал что тут есть еще что-то живое кроме нас оно как будто шло мимо рядом вместе с этим вихрем что-то высматривало конечно я не буду об этом писать в аэропорте еще решат что у меня крыша протекла буду как тот слепой в публичном доме знаешь же этот анекдот черт а я забыл как назло ни хрена не соображаю побудрить у орсков анекдот холиды некоторое время ну вот слышно с ним взрывается хохотом отойти так давайте следующее такое системы мониторинга ага там какие-то лекарства мне конечно могу на что-то попятить мы его ооо хорошо ртуть ртуть может быть использован в производстве сложных приборов и боеприпасов антисептик клей беру все пока меня грузоподъемность не припирает я беру все тем не содержит данных а это что такое мойка использует я что помыл надеюсь что руки ой я думал это какая красная хрень полезная это не полезная красная хрень телевизор не буду использовать офисный шкаф судя по что обшарить нет он не пустой клей у меня вагон а не то да блин как тебя ооо слушать а тут не юзается все выходим тут ничего анатолий бурданский так я сейчас докопаюсь до доктора чтобы меня полечили ты кто или я андреев сейчас тоже разберемся я не псих я просто люблю порыться знаете ли вот тут представляю он так смотрит это чувак пришел порылся в горшках так это мой коллега или нет это серебристый по моему а нет белый на его белом халате нашит блестящий бэйдж надписью Илья Андреев лаборант было белое крыло можно было что тут сделать морда надменная довольно кстати а чем тут занимаешься Илья вздыхает понимаешь что так просто вы от него не отстанете веду статистику научной деятельности пишу отчеты но самое главное читаю что хочу в свободное время настольные игры в спортзал да да знаю что не выгляжу так как будто хожу в спортзал а я просто осматриваюсь осматриваюсь только не трогать ничего беда за решение Илья как бы не означает выдвигает край халата чтобы вы могли рассмотреть ковру с пистолетом хм я жгру сокамерная рожа встретимся мы в узком коридоре как-нибудь ну пойдем к товарищу Буриданскому ой сколько у него тут всякого надо записаться и порыться так ну давайте пообщаемся сначала ну такой вроде нормальный крепкий энергичный мужчина в белом засчитывает и комментирует слух выдержки из истории болезни он поднимает взгляд и жизнь рада застыкивает вам доброго дня ну проходите проходите первое посещение есть жалобы давайте познакомимся белый шутливо прикладывает два пальца к виску штатный врач станции Магеллан к вашим услугам он разводит руками над заваленным бумагами столом спрашивает чем я занимаюсь видите ли мы все люди люди даже под куполом а людям свойственно болеть если вы внимательно изучали свой контракт кто должны были заметить ваше здоровье застрахован так что у вас проагностируйте меня доктор рассматривает ну что ж есть некоторые проблемы есть куда ж без них будем заниматься да конечно проходит какое-то время после начала процедур и вы с удивлением остановитесь что совершенно здоровы вот видите наука способна на все а что будет когда мы раскроем тайны про отцов уууу жалобы еще есть нет спасибо так давайте я сохранюсь и пошарю по шкафчикам почему сохранюсь за черт вы знаете как это работает в других местах работал а тут чертова знает после нужны аптечки с собой побольше а я не знаю я очень кратит смогу бумага мне не нужна возможно мне бумага нужна но я об этом пока не знаю это заперто заперто то есть горшок и не буду прям вот обшарив все спасибо спасибо меня вылечили бодрость инициатива ускорена привет уголовнички не работаешь подойди ну и рожу посмотрите на это обедуешь на голос вы увидите невысокого черноволосого паренька с аккуратно постриженными усиками руках него швабра на бэджи написано энрике этерно тут дело такое родственник мой представился при святая дева смелуюся на душу раба своего не пререшает раторики энрике возводит глаза к небу и порывисто креститься так вот он в морге сейчас с ним персинек остался фамильная ценность менее отдают сухи такие поможешь черт узнает конечно давайте согласен это похлопают вас включу рука него тяжелая и крепкая вот спасибо он прям там лежит как зайдешь у него перстень золотой святой человек был мой родственник двояка на самом деле может это родственник а может у меня нагреть хочет так тут больше ничего нет и это уже пошла не аптека это лабы пошли хорошо давайте сюда сунем нос заперто не могу энрике извиняй будем так доброго дня сотрудник почта у меня есть письма письмо 1 рейх это из серебряного крыла это что я должен сделать хорошо мартин кискингсли в качестве благодарности мы дарим вам шлем первых поселенцев бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла меню ввести команду стата что это статус мой синий крыловый уровень допуска 1 минючу еще новости мешание символов полающий шар и всячно лабораторным столом дать прочитаем статью картинка с учеными реликтов исчезает на экран вывез текст пять лет будущего человечество отмечает день открытия купола вы пробегаете взглядом по тексту побольше состоит из восторженной бравады и размышления будущем цивилизации выход ну я не могу открыть эту дверь извиняя ядрите не могу так изучить двери если по тому принципу что автоматическая но сделал прозрачный так у нее злом чуд механический у меня нет умения так что им я просрует квест но что поделать что поделать я знаю что мог по кругу там обойти но я хочу тут пройти ну чтоб как бы вот продолжить уже отсюда а зайти я наверно вот в этот сектор словами на словом не пойду я щас холодовочку загляну 35 минут в принципе довольно длинненько потому что я чувствую меня щас погонят вот сюда и это все будет не быстро еще хочу пройти по лабораториям а серия уже будет длинная ну ладно сейчас посмотрим что тут на меня свалится главное здоровье добыл себя ждем за детективацию какой минус радиации у меня нет радиации сейчас точно не было чудо дают папа секрет это в ту же канализацию люк я более чем уверен вот в ходе расходим и по барыжин он будет или покрасить не знаю клетка гвозди и они тут нет перевес специально для жадных ничего не найдено ну пошли и там был еще один люк да и вот где-то тут тут в правой части еще один люк а не имеет смысла лезть имеет а я тут пройду тут есть и ящик так выводятся не вляпался безобразный труп обшарить давайте обшарим на 10 лет здесь все где секрет ты секрет кто секрет герман ланге кодекс обновлен и не идентифицированные останки сотрудника кронус герман ланге 38 лет оранжевое крыло разнорабочий уголовничек причина смерти химический ожог легких химический ожог носоглотки асфиксия она видимо он и был секретом кусок ткани спасибо болен чтобы я делал без куска ткани в детстве этот выход ведет но мне кажется просто другое крыло и все самый интересный кусок я вот тут я не смог там заверца на раздорово но я буду дым не полезу меня скафандра нету я видал в радиацию лезть но реки сладуши такой зеленый так вырез обратно так что нас 38 минут серии ну чего или может быть может быть может быть пойдем дальше мы пойдем другим путем давай дизактивацию подождем да 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 все прекрасно дизактивировать стул сесть панель управления чуть у нас а можно наблюдать за проводимым века зоне экспериментами симостян ванд алден рауэнд леви дитр хайдинг дитр эти этого не позволю забудь просто забудь об этом проходя через лабораторию вы становитесь невольным свидетелем спора двух сотрудников с белого крыла бледный очкарик с бороду размахит в воздухе тощими руками словно рисую какую-то схему но слава прогрессу крышечки на шампунях бланка имеют силиконовую подложку мы возьмем подложку на нем настроили реликта замотаем его в пленку и его понят лишь раздраженно мотает глава дитр это антинаучный подход есть ценность есть фактор риска который ты предлагаешь глушить крышечками от шампуня он резко замолкает заметив что вы смотрите на него есть релик который нужно вынести на поверхность однако он чувствительный дезактивации коллега уверен что пищевая пленка и силиконовые крышечки защитят артефакт от газа а я считаю полагаться на средневековые меры защиты рискованно и нужно лишь отключить распылители дать поможем белый смотрит на коллегу взгляд и читает с превосходства а ты говоришь крышечки спасибо что работали в интересах науки как можно выключить камеры дезактивации как средств безопасности находится в видении черных антонио агири может их вырубить но к нам хотелось как бы можно меньше огласки все же идет в разрез с протоколами но я понял задачу а у меня есть что-нибудь в кармане как сортировка а что и медали за . или дубинка так стой локоть вы не будет три четыре семь два шесть пошел дубинка пойдет сортировка электромеханическая . надо сходить проверить так капсулу я не вижу капсулу никакой стоят . простая . чими дали ничего не дали ну давайте а вот через дезактивацию не против так там что спинной рожи давайте попробуем выйдем и заодно сходим к тому мексиканусу в морг вышел квест счет как-то не квест да ладно бежим 1 месяц пистолет этот дробящего у меня прибавилось смотреть сколько то есть вот те навыки которые я брал они для оружия они не для чисто рукопашного боя так хорошо в чем фишка фишка вот в этом слушайте а что еще могу туда положить на птичку на пояс с электрон не надо это не надо а все ртуть нет бутылка спирта да можно вот это от желон в капсулах до пивасик пивасик а рад тоже хорошо вот у меня все на пояс теперь вот на пояс нормально работает красота серебряный труп использовать еще говоришь родственник твой серебряный ворюга так внимательно смотреть тело смерть сильно меняет лицо человека но с учетом этого мертвец совершенно не похож на энрике энрике хрен тебе по всей рыжей морде ворюга так здесь все майку использовать до холодильник использовать не буду использовать холодильник морган очка у меня нужно так вентилятор какие-то прохода нет хорошо что там как как там родственнику удобно лежится колечко нашлось и я сомневаюсь что это твой родственник острые пальцы уже цепляются ваш плечо в смысле в огляде родинка над бровями это у нас семейное и кольцо тоже наше семейное отдая да как ты еще больше сомневаюсь и хрен тебя не кольцо а ты знаешь что иисус говорил про таких а знаешь говорил воздастся уродом ну или типа того а раз же скорблён и видом возвращается к мотиву пола лесом иди так где эти орлы я сделал задание магнитофон с катушками были сколько у вас тут юки титсунай привет девушка свою глазного цвета волосами обрушивается на вас со всей мощью своей непосредственности да поздороваемся я юки а здесь самый крутой техники я еще ловкая и сильная смотри она будет столкнем странным инструментом в стойке остается вмятина впечатляет она широко улыбается накручивал локон на парень затем переходит на заговороческий шепот а значит у меня перевели на ушный этаж хотя и синие потому что умная и в дисплее зараза удивление точно так и есть она хмурится правда ничего делать не дают полисать неловкой паузу отойти портативный компьютер прочитать чё пишут взлетите белый лебедь анонсировав строительство нового научно-исследовательского комплекса руководство кронус несомненно вздоражило умы всего белого крыла и правда среди ученых последнее время популярно мнение что мощности и станции магеллан становится явно недостаточно для ведения полноценной работы над наследием прородцов новые площади новые ресурсы не помешали бы никому но недавно поступила информация что прогресс проекта базы условно названный белый лебедь отстаёт от графика наш источник из серебряного крыла сообщил что это может быть связано с уникальными древними структурами поверх которых строится комплекс в связи с тем что подобные структуры нередко бывают населены населены в кавычках приходится принимать значительные меры безопасности что осложняет и значительно удорожает строительство но мы верим в то что объект будет сдан строк в конце концов именно благодаря технологическим чудесам прородцов и консолидированные воли кронус мы люди заселили коп и все это что ввести человечество к славному будущему пропаганда идти его за ногу блин тут случайно таких дофига вещей открываемся заходим их мэрия это вынес все такое я могу интересам 2 самостоятельно нет-нет-нет мы с вами настолько знакомы не поймите неправильно это может быть он рискованно пусть рейвен потом не говорит что они умеют оценивать риски спросить про реликт мой коллега осторожно гипотезы на уверен от устройства оружия мощная разрушительная она подтолкнул наш цивилизацию вперед 0 добьет ее уж не угадаешь сейчас вы видите как реликт вибрирует я слежу частоту колебаний знаете она меняется предполагаю что он входит в резонанс в резонанс с чем-то но с чем теперь вы понимаете почему испытание это важно не дали мне ничего козлы пухлые бумажные конверты от порчего подписанными ярлычками судя по тому что они лежат рядом с магнитофоном это аудиозаписи так послушать первую запись 12 апреля мне очень неприятно думать об андригах которые некоторые умудряются внести в рабочее и нерабочее время крамской сообщил что тот подменил дистиллированную воду в лаборатории на обычную очень изобретательная очень низко разумеется эксперимент сорвался и отчасти вот он сам крамской поставить лабораторную дверь код 123 безопасность прежде всего воинство истину 123 это какую дверь можно схожу туда вторая лента погнали 23 мая пару недель назад лабораторию уэтленда был пожар до меня такой случай что проводку не причем поджог организовал его коллега хэндл что тут скажешь хэндл не злой но оторван от реальности и створить такое вполне в его духе готова поспорить что тут замешана женщина разумеется спрашивать об этом уэтленда бесполезно а хэндла и подавно все до третья запись июнь пиар пусть будет старое до глубокого вечера разгребаем дерьмо за гильбертом он что-то как-то подключился к нашей сети и все телетайпы начали печатать фразу склонитесь перед нейротроном x боже с кем приходится работать неудобно просвечивать собака саку мы сразу же предложил отключить его на попросила заблокировать учет гипсона и позволить ему создать новую снижу ровным паролем гипсон клюнул поверить не могу что паранойя гипсон клюнул теперь у меня есть его логин и пароль который он предположительно использует везде нейротрон x от логина вот пароль all youbs a belong to us это видимо что значит понятия не имею я не запомню этот пароль ну ладно надеюсь след сохранится 10 июня тамоку совсем слабаяки переехала к ней сказала что потолок протекает но я понимаю что она просто боится сестру мы все боимся все знают что для тамоку это день рождения будет последним я отдал ее и серафима если бы она могла ходить она была сейчас танцевал от части я могла бы отдать его раньше и вообще много чего могла бы как сразу что существуют вещи которым всегда нужно быть готовыми и к которым ты не готов никогда все ладно джордж за риндж пообщаемся сотрудник белого крыла что-то шепчет поднял глаза к потолку вас он даже не замечает его светлый халат покрыт разноцветными пятнами потеками даже бэйдж с именем джордж за риндж зарябан чем-то розовым узнать что за очки кронус очки про отцов отображаются на экране вашего на ладонь никого и прикольно за риндж скидывает голову и смотрит на вас с крайним удивлением и мощи хорошо удается от выражения абсолютного недоумения и не стыдно вам быть такими следующим человеком это знаменитая программа поддержки следом и кронус такие вещи сдать надо вы сканируете получаете очки про отцов очки кронус и эти вот очки вы берете и обмениваете на медикаменты на химические реактивы обмениваете на всякое прочее полезное так что могу получить в обмен очки ну так это зависит от ласки в обмен совершаете чаще всего лекарства дают но бывает оружие да и броню бывает у некоторого ряд экспериментальное снаряжение можно получить всякое дают разное я чтобы знали тоже часто программе в качестве одобренного вендора можем обменяться этого информации давайте какие очки будем списывать а дать кронус очки кронус значит давайте глянем стимулятор от желудки в реагенты а у меня сколько очков хоть дописали бы заразу сколько ладно очки про отцов а все то же самое стимулятор за два очка давайте до медкомплекта отлично еще от жил он не надо давайте а рад вот так отлично а что у нас по борту в борту у нас финанс по борту на самом деле но обломки реликтов давайте сколько об обличит а нормальная руда давай пошла руда в продажу на ты еще более чего хотя столько денег несколько я могу тебе втюхать что еще продать а ничего не продать ожило в капсулах коробка реагентов имеет масс применений нафиг бабла цепили ладно все хорош отойти обратно в принципе понятно что одно и то же будет мне предлагать я так думаю оборудование обыскать надежь вопить не будете сломаны ножницы они хатмычки делаю но уже мне уже хватит мне уже хорош ну чего тут последнего ботана посмотреть можно и туда я уже не по не пойду тодор макриди в зла вот не буду сидит себе и сидит товарищ так все нам потом туда лекарства у меня есть дайте попробуем у него нет вариантов с бартером и у этого нет варианта не все продают так что меня нужно но что включить камеру дезактивации хорошо это можно у чувака попросить там черного кого-то на черного не вижу интриги мать его интриги мало того я не вижу кстати лючок-то не видно тот он сказать вот тут где-то выходит или тут но не важно это не очень важно все ничем хорошим он не выходит потому что тут было бы видно помещению так мы везде были я пролючок с канализацией снизу ну в общем а где а где есть а вот у меня что ж на этом мы сохранимся на полигон черт я пойду наверно уже в следующей части потому что он уже час час прошел ставим лайки ставим дизлайки пишем комменты всего хорошего и до новых встреч